С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В столице региона состоялся высший совет при губернаторе. Он стал кульминацией пребывания глав муниципальных образований округа в Нарьинмаре. В повестку дня вынесли самые проблемные вопросы, которые касаются жизни населенных пунктов региона. Начали с главного финансового состояния муниципалитетов. Главы Канинского, Антикского, Телевисочного, Приморско-Куйского и Сельсоветов рассказали о доходной части местных бюджетов. Доходы муниципальных образований сегодня складываются из НДФЛ, Единого сельхозналога и имущественных налогов. По итогам прошлого года и начала 2016-го все руководители поселения отметили снижение налоговых и неналоговых поступлений и, как следствие, значительное уменьшение собственных доходов. Это вызвано изменениями в бюджетном кодексе Российской Федерации. Согласно поправкам, уменьшено отчисление в местные бюджеты. Значительно уменьшились поступления НДФЛ, отмечено полное отсутствие дохода от аренды земли. По словам Галины Варницыной, глава Канецкого сельсовета, нововведения существенно отразились на местном бюджете. Собственные доходы Канецкого сельсовета стали в разы меньше безвозмездных поступлений. Сегодня доходы варьируются от 3,5 миллионов до 7 миллионов рублей. В 2016 году планируется получить бюджет поселения 3,7 миллиона. Администрация муниципальных образований принимает различные меры для увеличения доходной части бюджетов. Ведется работа с гражданами и организациями села по оформлению права собственности на земельные участки и домовладения, с тем, чтобы они начали платить налоги. Также в рамках высшего совета главы предложили внести на федеральный уровень вопрос по пересмотру отчислений НДФЛ и единого сельхозналога в бюджету муниципальных образований в сторону увеличения. Кроме того, в рамках высшего совета обсудили вопрос занятости сельского населения и создания дополнительных рабочих мест. Поговорили и о проблемах социального сиротства, заполняемости образовательных организаций, оказания медицинской помощи сельскому населению. В высшем совете при губернаторе Нинецкого округа приняли участие 17 глав муниципальных образований, члены администрации региона, депутаты окружного парламента. Продолжение следует...